Что вообще такое прибор ночного видения? Это такой аппарат, который сделан по типу видеокамеры, который способен улавливать инфракрасное излучение, которое невидимо для человеческого глаза. Для нашего проекта нам потребуется сам фотоаппарат, светодиоды, у которых длина волны 940 нанометров. Это как раз-таки инфракрасное излучение. Значит, что нам надо сделать? Мы должны разобрать фотоаппарат, изъять из него инфракрасную линзу, которая как раз-таки гасит от излучения, и заменить ее на какое-нибудь обычное стекло. Самое лучшее будет это взять вот такую вот отвертку с маленькими битами. Будем использовать крестовую отвертку. Начинаем разбор фотоаппарата с выкручивания винтиков по периметру. Так, с помощью ногтей, металлической лопатки или ножа аккуратно снимаем крышку. Будем внимательны, потому что может быть прикреплены какие-то шлейфы. Так. Значит, здесь надо быть предельно осторожным, потому что есть конденсатор на 330 вольт. Если замкнуть его контакт, то пробьет неслабо. Приступаем к извлечению платы, но перед этим нам необходимо отстегнуть аккуратно все шлейфы. Если есть возможность, то лучше сфотографировать все в изначальном виде. И вот тут я допустил маленькую ошибочку. Вот эту плату можно было не отсоединять. Даже шлейфы можно было не пробовать. Все, что нам было нужно, это всего лишь приподнять дисплей с обратной стороны и открутить пару винтиков там, для того, чтобы добраться до матрицы. Продолжаем отстегивать шлейфы. Лучше это делать не скальпелем, можно порвать шлейф. В принципе, многие фотоаппараты разбираются почти одинаково. Ну, во всяком случае, подобного вида, как это, мыльницы называли. Перед тем, как вы будете разбирать свой аппарат, необходимо, конечно же, изучить его строение в YouTube или попробовать посмотреть фотографии, хотя бы, чтобы просто знать, на каких стенках корпуса могут быть шлейфы. Нажимая ножом на фиксаторы, извлекаем дисплей. Возможно, его потом придется подцепить ножом. Затем слегка отгибаем дисплей, вытаскивать его вместе с шлейфом не нужно, и уже работаем непосредственно с объективом, именно с матрицей. На видео я работал отдельно с объективом, но если у вас такой же фотоаппарат или подобная конструкция, извлекать его не обязательно, как я уже раньше говорил. Достаточно просто приподнять дисплей и работать вот с этими частями. Отлично, мы добрались до матрицы. Теперь нам надо убрать стеклышко, которое поблескивает таким фиолетовым оттенком, с обратной стороны еще чуть-чуть зеленым. И после этого собираем все обратно, но уже, естественно, с другой линзой. Продолжение следует... Тут меня ожидал небольшой фейл, почему-то объектив не работал. По итогу я перестегнул заново все шлейфы, предварительно заново разобрав нафиг весь фотоаппарат. Оказалось, что я просто не дожал шлейф, который отвечает за матрицу. Поэтому работал дисплей, работал механизм в движении и зума объектива, но матрица не передавала изображение, так как была отключена. Теперь наша задача повторить такую же сборку. Необходимо спаять светодиоды таким образом, чтобы они не погорели и в то же время светили с максимальным КПД. Я буду использовать 12 светодиодов. Как рассчитать светодиодную сборку, я покажу. Для этого заходим на сайт. В напряжение источника питания вписываем 3,7 В, если у вас литий-полимерный, и 3,6 В, если у вас литий-ионный аккумулятор. Прямое напряжение светодиода у нас составляет 1,15 В. Так заявлено производителем. Прямой ток светодиода это 200 мА, то есть это потребление тока светодиода. И количество светодиодов 12. Можно использовать другое, сколько у вас есть. Как можно увидеть на схеме, мы имеем только ограничительные резисторы. Но таких у меня нет, поэтому просто поем светодиоды. Как наверняка вам известно, у аккумулятора заряженного напряжения чуть больше, чем 3,7 В, примерно 4. Поэтому поначалу, когда аккумулятор будет полностью заряжен, светодиоды будут нагреваться, и причем довольно-таки сильно. Но они от этого не лопнут, не погорят. Главное не использовать нон-стопом их. Ну, где-нибудь минут 10-20, а потом давать им передохнуть. По идее, аккумулятор выдает такую силу тока, которую потребляет цепь. Поэтому за ток можно не напрягаться, и светодиоды не должны сгореть. Но это не точно, это еще надо проверять. Утверждать я ничего не могу. Поэтому мы берем 1800 мАч, и считаем, что аккумулятор дает 1800 мАч. Для того, чтобы светодиоды не сгорели, мы 1800 делим на 200. Получаем, что нам надо разделить светодиоды на 9 параллельных линий. Это для меня многовато. Я думаю, что и 5 линий хватит. Это примерно 450 мАч на один светодиод. Теперь разберемся с напряжением. Примерно 3 светодиода должны быть спаяны последовательно. В наших условиях на один светодиод будет приходиться около 1,5 вольта. Ничего, это тоже пойдет. Особо время пайки уделять не буду. Каждый паяет так, как ему удобнее. Просто вкратце расскажу, как это делал я. Отрезал все ножки. Согнул их по углу 90 градусов. Спаивал сначала ножки светодиодов друг с другом. Минусовую ножку светодиода паяю к плюсовой ножке второго. Мы получили одну линию светодиодов. Таких нам надо 5. Теперь берем все ножки и спаиваем их воедино. Я же буду припаивать все линии светодиодов на луженую медную проволоку. А точнее на многожильный провод от бывшего удлинителя. После того, как мы закончим сборку светодиодов, нам необходимо будет припаять проводочки к выключателю и к аккумулятору. Один контакт аккумулятора у меня дохлый. Мне его пришлось восстанавливать. Причем дважды. И вроде бы он вполне работоспособен. Так что будем использовать этот литий-полимерный аккумулятор. Убедимся, что сборка работает. Кстати, инфракрасное излучение способен заметить как телефон, так и экшн-камеры и любая другая камера. Просто оно будет очень-очень тусклым. Потому что в объективе стоит инфракрасно-гасящая линза. Теперь берем палочку термоклея. О! И зажигалку. Сразу же зафиксируем провод. По такой же схеме, нагревая на зажигалке термоклей, будем намазывать его снизу по сборку светодиодов. Чем меньше вся эта конструкция будет шататься, тем дольше она прослужит. Если вам не жалко фотоаппарат, то вот эту местность, на которую будем клеить аккумулятор, лучше чем-то исцарапать, короче, испортить. Но мне пока фотоаппарат это жалко. Тем более, может быть термоклей и так схватится, поэтому также нагреваю палочку термоклея и сажу ее на фотоаппарат. Да, хорошая прожарка, мне нравится. Наверное, хороший вопрос, почему я это делаю не с помощью термопистолета, а с помощью зажигалки. Потому что не лень его включать в розетку. Так быстрее и проще. Ну и по такой же схеме приклеиваем с помощью термоклея выключатель. Возможно, провода слишком короткие, но у меня все устраивает. Так что приклеиваем. А теперь включаем, проверяем. Оп. Оп. Вуаля, все работает. Автофокус работает. Автоэкспозиция работает. Так, ну что ж, у нас все работает. Ну а в конце видео я приложу материалы, которые я отснял уже непосредственно с камеры. С камеры ночного видения. На какой камере видно лучше? Думаю, что на второй, который я уже делал на видео. Почему? Скорее всего, она просто более новая модель. Автофокус у нее работает чуть по-другому. И стоит автоматическое выставление экспозиции. Скорее всего, из-за этого. Если вы решите настраивать все вручную, то вам стоит проверить фильтры. Может быть, вам будет лучше видно в черно-белом фильтре. Может быть, вам надо будет поставить экспозиции чуть больше. Смотрите сами. Для того, чтобы повторить данную сборку, всего-то надо будет купить светодиоды, уметь орудовать паяльником хоть чуть-чуть и просто не оборвать шлейфы у фотоаппарата. Да, у меня осталось пару винтиков, но ничего. Бывает в жизни разочарование. И так сойдет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!